Всем привет, дорогие друзья! Сегодня снова решила снять для вас видео, свой обзор сегодняшних покупочек. Сегодня ездили в торговый центр Вегас, посетили магазин Твой Дом. Ходили, гуляли, смотрели. Конечно, огромный магазин, уже очень много всяких разных ёлочек, украшений, всё к Новому Году. Вот, в общем, очень долго там ходили, совершили немного покупочек, но хотелось бы с вами поделиться, показать кое-что. Может быть, кому-то интересное, кому неинтересное. В общем, итак, начнём. Первое, что я приобрела, это вот такая тёрочка для сыра. Ну, у меня, конечно же, есть большая нормальная тёрка, вот, но хотелось приобрести вот такую. У меня была одна такая, но я её потеряла. То есть это очень удобно, она небольшая, допустим, натереть немного сыра на омлет, там, или что-то ещё, вот, по мелочи, чтобы не доставать большую тёрку. Вот, решила приобрести вот такую. Она смотрится очень прилично. Так, сейчас я уже ищу её стоимость. Так, её стоимость 279 рублей. Вот такая прекрасная, очень стильная тёрочка для сыра. Она так и называется, тёрка для сыра. 279 рублей. Следующее, что я купила, это товар, который я очень давно хотела приобрести. Вот, это вот такая потрясающая форма для выпечки. Вот она такой формы. Это компания Гипфил. Это очень хорошая компания. Может быть, кто знает, они выпускают очень качественные товары. В общем, у меня очень много на самом деле форм для выпечки. У меня есть и стеклянные, несколько штук, и силиконовые, и из вот такого материала. Вот, но именно такой для кекса, вот с таким вот, с такой серединкой у меня не было. В общем, я очень довольна. Стоимость такой формы 749 рублей. Она со скидкой была. Вот, стоила она, по-моему, за тысячу. Вот, я, в общем, я очень довольна. Я уже хочу вот в ближайшие дни испечь какой-нибудь кексик. Вот. Ладно, вот так поставим. Так, стоимость 749 рублей. Напомню. Вот. Остальные продукты, которые мы приобрели в магазине «Твой дом», это уже продуктовые. Значит, вот купили такую арахисовую пасту. Я, честно, я очень люблю арахисовую пасту. Это чисто такая вот Америка. Вот. Здесь написано, что произведено в США. В общем, здесь такая наклейка, вот чисто для России, да. А вообще, это продукт американский. Здесь все на английском написано. Вот. В общем, взяли. Стоимостью 327 рублей. В Ашане стоит 450 рублей арахисовая паста, но там какая-то другая фирма. В общем, мы взяли вот такую, тут 510 грамм, 327 рублей. Вот. Я люблю такие продукты. В общем, взяли. Следующее, что мы купили, я считаю, что тоже просто потрясающая покупка, это соус Наршарап. Это гранатовый соус. Он просто идеально подходит к мясу, к рыбе. Я очень люблю этот соус. Он такой кисло-сладкий. Вот. И стоил он всего лишь... А, ну как, не всего лишь. Он стоил 229 рублей. Да, кстати, там было написано 129. Нам показалось, что это очень дешево, и мы взяли. Оказывается, его стоимость 229 рублей. Ну, в общем, ладно, ничего страшного. В Ашане он стоит около 300, по-моему, или 250, что-то такое. В общем, в любом случае, дешевле. Вот. Такой соус Наршарап. Тоже всем советую. Очень мне нравится. Так. Следующее, что мы приобрели. Так. Это вот такая Чиабата. Чиабата. Фирмы Фан-Фан. Не знаю, здесь видно или нет. Называется Рустик. Рустик Чиабата. Мы ее всегда берем в Ашане. Там она стоит 120 рублей. На оливковом масле. Она очень вкусная, свежая. Когда мы ее брали, она была горячая. В твой дом, в магазине она стоила 85 рублей. Решили взять ее. Очень свежая. Следующее, что я приобрела. Это вот такой товар. Это пастила в шоколаде. Фабрика Калачеевых. Я первый раз вижу такую марку товара. Вообще очень люблю. Зефир, пастилу в шоколаде. Вот особенно в последнее время я часто покупаю. Я вот ее потрогала. Она очень мягкая, свежая. Тоже была по какой-то акции. В общем, вот такая пачечка. 48 рублей. Вот. Я очень люблю вот такие продукты. В общем, взяла тоже. Решила на пробу. Но вообще я люблю брать ударницу. Шармель. Вот зефир, например. Но в этот раз взяла вот такую попробовать. Следующее, что мы приобрели, это колбасные изделия. Так, взяли вот такой сервелат рублевский. Ну, взяли мы, конечно, кусочек. Просто попросили сделать нарезку. Килограмм сервелата 796 рублей. У нас вот получилось на 124 рубля. Здесь 156 грамм. Это вареный копченый сервелат. Я люблю только вареную копченую колбасу. Это вот чисто для меня. Вот я люблю такие вещи. Ну, мы редко покупаем колбасу. На самом деле, очень редко. Ну, вот сегодня решили взять. Вот иногда можно. Так, следующее, что мы приобрели, это колбаса австрийская. Это колбаса австрийская. Это сыровяленое. Тоже взяли кусочек, попросили нарезать. Вот. Стоимость за килограмм 1326 рублей. Вот, 1326. Наш кусочек получился на 236 рублей. Это 178 грамм. Вот. Тоже взяли побаловаться. Так. Так, что еще мы взяли? Мы взяли два вот таких вот замечательных йогурта. Это фирмы Эпика. Очень их полюбили в последнее время. Почему взяли два? Потому что у нас весь холодильник забит йогуртами. Вот. Но со вкусом клубника и вишня-черешня в Ашане нет. Да и в других магазинах, в Я Любимом, там, в Пятерчике, я не видела таких в Перекрестке. Вот. Для нас это новинка. Клубника и вишня-черешня. Мы взяли просто вот по одной штуке попробовать, потому что не пробовали. Эпика очень хороший йогурт. Он очень вкусный, легкий. У него очень хороший состав. Вот. И правда очень вкусный, поэтому мы его вот очень часто берем. Так. И стоимость такого йогурта одного 47 рублей. В Ашане немного подешевле, 42 рубля, если не ошибаюсь. Но вот так как для нас это новинка, мы взяли. 47 рублей одна вот такая баночка. Следующее, что мы купили, это вот такая булочка. Ну, это так, чисто вот попить чай, булочка с корицей. Там в этом магазине «Твой дом» просто потрясающая кулинария. Там очень много тортов, пирожных, таких разных булочек, выпечки. И, конечно, пахнет потрясающе. Просто невозможно уйти и что-то не взять. Вот одна такая булочка стоит 21 рубль 25 копеек. Вот. Здесь 125 грамм. Свежая, очень мягкая булочка с корицей. Вот. И взяли еще вот это я себе взяла булочку с маком. Тоже вот 30 рублей стоимость. Вот. Здесь. Так, сколько здесь грамм? Не видно. Не написано. Либо я просто не вижу. В общем, ладно, не суть, важно. В общем, вот такая булочка тоже очень свежая, вкусная. Надеюсь, что вкусная. Так. Ну и последнее, что мы купили, это вот такая творожная масса с вишней. Я люблю творожные массы. И, честно говоря, вот классические, либо с курагой, с зюмом уже поднадоели. Когда я вижу вот такие с вишней, например, мне всегда хочется взять. Вот. Стоимость 104 рубля. Да, 104 за 250 грамм. Паковочку. Вот здесь прям вот такие ягодки вишни. И я вот прям уже хочу ее попробовать. Вот. Здесь отличнейший состав. Просто отличнейший. Это сливочное масло, сахар, вишни сушеная и ванилин. А, ну и творог забыла сказать. Творог, сливочное масло, сахар, вишни сушеная, ванилин. Потрясающий просто состав. Сделано по ГОСТу. Вот. И вот эти вот вишенки, конечно, я прям очень хочу уже ее съесть. Вот, собственно, и все, что мы купили в магазине Твой дом. Наш чек получился на 2326 рублей. Вот тут немножко помялся, но я все-таки покажу. Так. 2326 рублей. Вот такой чек. Раньше у нас не было карты магазина Твой дом, но вот нам предложили. Вот она в таком формате. Вот здесь все документы. Так. Где сама карта? Вот сама карта. Вот такая Твой дом. Как нам сказали, она накопительная. Вот такая. В общем, нужно зарегистрироваться. Я зарегистрируюсь сегодня. Вот. И будем пользоваться. Также дали вот такие фишки. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь, восемь. Здесь 16 фишечек. Вот. Если для тех, кто не знает, для тех, кто не знает, есть вот такая книжечка. Вы можете, сейчас покажу, вот здесь на обороте клеить фишечки. И когда вы собираете какое-то определенное количество фишек, вы можете обменять их на товар. Вот здесь очень много товаров различных. Ну, не то, чтобы обменять. Вы можете просто купить их на фишке с очень большой скидкой. Вот. Тут и бытовая техника. В основном телевизоры. Вот я смотрю кое-что из посуды. Вот. Так. В общем, вот, например, такой сервиз. Вот такой сервиз. Он, его стоимость 5 990. Вот, 5 990. Но если у вас 10 фишек, вы его покупаете уже за 4 190. Если у вас есть 20 фишек, то уже за 3 290. Вот. В общем, примерно вот такая система работы этих фишек. Вот. В общем, я думаю, что, возможно, мы используем вот такая книжечка. Вот. Когда подъезжали к дому, вспомнили, что нет воды. И зашли просто за водой в пятерочку. Но, как обычно, просто водой не ограничилось. Взяли вот две бутылочки вот такой. Уже не вмещается. Святой источник вот туда поставлю. Я не буду выставлять две, но мы взяли две бутылочки такой водички. Стоимость одной бутылки 29 90. Также я взяла колу. Вот здесь уже такой рождественский рисунок. Ну, колу мы вообще практически не берем. Газировные напитки я уже в одном из видео с вами рассказывала. Вот иногда просто так, или по какой-то акции. 46 рублей здесь один литр. Вот тоже по акции было. Просто взяли, пускай лежит. Вот. В общем, иногда хочется попить, пускай будет. И еще взяла два вот таких сока шелл. Шелл мы просто обожаем. Мы берем его и с акции, и без акции. В общем, не планировала брать. Вот взяли два. Один с гуавой, один с манго. Это очень вкусный сок. Он в стеклянных бутылочках по 750 мл. Он очень вкусный. Мы берем и с вишней, и с яблоком. В общем, точнее, вишневый, яблочный. Это, правда, очень вкусный сок. Он мне очень нравится, особенно с манго. Я его просто обожаю. Он стоит по акции 79 рублей за одну бутылку. То есть без акции он стоит примерно 110-120, вот в такой ценовой категории. Но по 79 рублей. И вот я еще думаю, завтра зайти. Может быть, тоже возьму 2-3 бутылки. Ну вот в пятерочке это все. В пятерочке наш чек вышел на 268 рублей. Я не знаю, видно или нет. Вот здесь, ну очень мелко, конечно, 268 рублей. Вот. Ну, собственно, на этом все. На сегодняшних покупках очень мне нравится, конечно, видео такого формата. Они очень популярны на YouTube. Вот. Я надеюсь, что вам тоже понравится. В следующий раз постараюсь снять более интересного формата видео. С рецептами, возможно. Либо какие-то более масштабные, интересные покупки. Вот. Ну, в общем, если понравилось, поддержите меня. Поставьте палец вверх. Если не понравилось, поставьте палец вниз. Как говорится, любое мнение учитывается и хорошее, и плохое. Вот. Ну, в общем, еще раз всем спасибо за просмотр. Желаю всем отличного настроения, хорошего вечера. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok